В весовой категории до 52 килограмм в женском дивизионе победу одержала дзюдоистка из Узбекистана молодая представительница 23-летняя Диора Калдиорова. В этот день она была в очень хорошей форме, что я не смог пройти мимо данной дзюдоистки и решил сделать на нее обзор. Это кстати первый обзор на моем канале про Калдиорову Диору, поэтому ставьте лайк, если вы ее поддерживаете и мы начинаем. И как вы видите первый раунд она закончила очень быстро своей коронной комбинацией броском за два рукава, затем переход на дзюджиготамы. Это ее коронная техника. Ну и сейчас на ваших экранах четверть финал, который по времени был конечно побольше. Пару слов про Калдиорову. В этом году это для нее уже вторая медаль. Допустим в Анталии на турнире Большого Шлема Калдиорова заняла второе место и заработала бронзовую медаль. Ну а год назад она смогла выиграть турнир Большого Шлема и в ее карьере две победы, две золотых медали на турнирах Большого Шлема. И здесь вы видите очень плотная борьба против дзюдоистки из Германии. Калдиорова, как вы видите, всегда охотится за тем, чтобы бросить свою оппонентку через спину, с колен, за два рукава. И вот таким вот ипоном она проходит в полуфинал. Очень уверенно и мощно отборолась Калдиорова. Полуфинал был против португальской дзюдейской Диогу. Диогу также очень динамичная дзюдоистка. Видите, Калдиорова все же пытается бросить через спину. Да, это, можно сказать, односторонняя дзюдоистка. Это ее ошибка, но она еще молодая. Я думаю, у нее все впереди. И вот в этом эпизоде дзюдоистка в синем кимоно зарабатывает в Азаре. И опять же броском за два рукава с колен. И вот в этом эпизоде она снова пытается сделать данный бросок с переходом на дзюдзи Гатамы. Ее коронный. Можно сказать, даже ее фирменный. Фирменная комбинация. И здесь два подряд захода на бросок через спину. А ведет-то Калдиорова со счетом 1-0. И вот здесь зарабатывает ипон. Содэцурикуми Гоши с колен. Прекрасный ипон. Там, несмотря на то, что побеждает Калдиорова, все равно летит вперед. Ведет в одну Азаре, но все равно летит, чтобы добить свою оппонентку. И финал против представительницы команды IGF Олеси Кузнецовой. И забегая наперед, скажу, что схватка закончилась также довольно быстро, но не броском. Как видите, довольно близкая была схватка. В этом эпизоде Кузнецова зарабатывает второе шидо за срыв захвата без продолжения активной борьбы. И здесь Килдиорова снова заход на спину. И здесь Кузнецова заходила на ката Гуруму. И ее с контрит пыталась Килдиорова подхватом. И здесь тоже Килдиорова два подряд захода. Три подряд захода на бросок через спину. И таким образом три шидо получает Кузнецова. Навесила Килдиорова своей оппонентке три шидо быстренько за три минуты. И забрала золотую медаль. С этим мы ее и поздравляем. И поздравляем узбекскую команду.